Привет, это снова я, меня зовут Лёша. Сегодня мы научимся с вами готовить пасту карбонару по классическому рецепту, без применения сливок. Для заправки нам понадобится лук и грудинка. Начнем с того, что порежем мелкими кубиками лук. Грудинку будем резать соломкой. В дальнейшем мы будем ее обжаривать. Примерно вот такой соломкой. Сейчас приступим к приготовлению нашего соуса. Четыре яйца выбиваем полностью и нам понадобится два желтка. Взбиваем яйца. Теперь будем добавлять туда тертый сыр. Для этой пасты подойдут различные виды твердого сыра, но мы будем использовать пекорино Романо как в классическом рецепте. Добавляем сыр в яичную массу. И тщательно перемешиваем. Сейчас будем варить наши макароны. В данном случае спагетти. И в это время будем обжаривать лук с беконом. Очень важный момент. Надо оставить воду с нашего макаронного отвара. Переходим к завершающему этапу. На загретую сковороду к нашей заправке добавляем макароны. Тщательно перемешиваем все между собой. Сейчас надо интенсивно мешать. Чтобы соус не получился чересчур густым, добавляем наш бульон. Совсем чуть-чуть. Соль, перец по вкусу. Вкладываем нашу пасту на тарелку. Незамедлительно подаем ее к столу. Это очень важно. Чуть, чем со сливками. Сто пудов. Интервальное кардио – это лучший способ быстрого и эффективного сжигания жира. Каждое упражнение выполняйте по 30 секунд. И 30 секунд оставляйте на отдых в перерывах. Прыжки с хлопком. Ноги расставляем широко. Руки опускаем в пол, шире плеч. Спину держим ровно. Отрываем стопы и делаем хлопок. Выпрыгиваем вверх и снова делаем хлопок. Можете помнить. Прыжки. Планка с прыжком Становимся в планку Ладони держим под плечами Стопы вместе, таз подкручен Спина ровная, без прогибов поясницы Поочередно шагаем руками вперед и назад Начиная с правой ладони Одновременно выполняя прыжки стопами в стороны Выпад в стороны с махом и прыжком Делаем выпад в стороны Колено не выходит за носок Отталкиваясь от пола, делаем мах Ногу стараемся держать параллельно полу Подтягивая ногу к себе, делаем прыжок Затем повторяем на другую ногу Повторите еще 3-4 круга Выполняйте такой комплекс упражнений в конце каждой тренировки Будьте в форме! Продолжая тему кулинарных идей для самых маленьких Хотим сегодня поделиться быстрым рецептом очень вкусного десерта Для его приготовления вам понадобится всего 3 ингредиента и 10 минут времени Итак, сегодня готовим лимонный крем Нам понадобится 3 целых яйца, 2-3 лимона и 150 граммов сахара Если вы хотите приготовить больше крема, то рассчитывайте все пропорции на одно яйцо 1 лимон и 50 граммов сахара Для начала натрите лимонные цедры Одной столовой ложки будет вполне достаточно Выжмите и процедите лимонный сок Для сиропа нам потребуется примерно полстакана Это 2 или 3 лимона, в зависимости от размеров и их сочности Смешайте цедру, сахар и лимонный сок Доведите получившуюся жидкость до кипения и снимите с огня Взбейте яйца вилкой или венчиком в течение 1 минуты Влейте в смесь сироп тонкой стройкой Перемешайте и поставьте вариться на средний огонь до загустения Важно постоянно помешивать будущий крем Примерно через 2-3 минуты у вас должна получиться кремообразная консистенция Напоминающая пудинг с потрясающим лимонным запахом Остудите Все, наш лимонный крем готов к употреблению Его можно есть ложкой, как самостоятельный десерт Или с хлебом и печеньем Такой крем также подходит в качестве начинки для тортов Обязательно попробуйте приготовить До встречи в новых выпусках И приятного аппетита! Всем привет! Меня зовут Ульяна Я сертифицированный коуч и практикующий психолог И сегодня мы с вами поговорим о том Как жить в гармонии со своим «я» и полюбить себя Давайте разберемся, что такое нелюбовь к себе В психологии есть такое понятие, как схема дефективности Предполагается, что человек не чувствует себя важным, ценным, нужным, любимым Просто так, по праву рождения И чаще всего это формируется в детстве Из-за недовольтворения базовых потребностей Любви и принятия Это когда ребенка очень много критикуют Требуют от него что-то Сравнивают с другими детьми И когда женщина вырастает, то тогда внутри у нее формируется внутренний критик, судья Которая всегда ее критикует и не принимает И другая стратегия, защитная стратегия Как найти эту любовь, как ее заслужить Кто-то начинает жертвовать собой и отказываться от своих потребностей Но удивительно, когда другие люди видят, что человек постоянно жертвует собой То, как правило, перестает уважать и ценить его желания и потребности Таким образом, она получает подтверждение своему собственному убеждению Что такая, какая она есть, не нужна и не цена Не понимает, что эту ситуацию она создала самостоятельно Таким образом, мы попадаем в цикл, из которого очень тяжело выбраться Кто-то выбирает себе стратегию перфекционизма И ставит целью быть успешной во всем Идеальной любовницей, женой, хозяйкой, мамой, дочерью Иметь идеальную внешность, быть суперпрофессионалом Ведь если я буду хороша во всем, то меня точно будут любить и ценить Но это очень серьезное заблуждение Быть идеальной во всем невозможно Таких стратегий много, но все они не работают Потому что подсознательно мы знаем, что нас любят и принимают по какой-то причине Что делать? Иногда из этого выйти сложно самостоятельно и нужна профессиональная помощь Но есть 5 шагов или 5 упражнений, которые могут вам помочь Первое. Внутри вас живет критикующий голос Который постоянно говорит вам, что вы неинтересные, неважные, неспособные Постарайтесь узнать, чей это голос, чьи это слова Возможно, это мама, бабушка или кто-то еще Это поможет понять, что ваше отношение к себе не является результатом вашего опыта А скорее, это не любовь к себе, связанная с тем, что вас в ее внедрили другие люди Своей критикой Важно научиться дистанцироваться от этого внутреннего критика Второе. Конфронтируйте с этим голосом Ищите аргументы против его выпадов Например, я не никчемная, потому что допустила ошибку на работе Ведь я закончил университет, имею работу и много друзей Да, многое у меня не получалось, но и многое было успешно Я красива в своей индивидуальности У меня есть свои проверенные ритуалы красоты Которые помогают подчеркивать мои достоинства Третье. Попробуйте в приемлемом для вас варианте убрать защитное поведение И посмотреть, будут ли вас любить близкие люди Или они мгновенно исчезнут, как только вы начнете меняться Например, если из-за груза по работе вы не встретитесь с своими подругами Будут ли они сами общаться? Постарайтесь просто быть, а не заслуживать любовь Далее. Нам кажется, что как только я полюблю себя Тогда не стыдно будет идти в спортзал Просить повышение зарплаты у начальника Сходить на свидание, сказать нет назойливым подругам или родственникам На самом деле все с точностью да наоборот Когда вы начнете делать все это, тогда и будет приходить уверенность и уважение к себе Постарайтесь начать уже сейчас делать то, что собирали Это сделать тогда, когда почувствуете себя более уверенно Стремиться стать лучшей версией себя? Прекрасно, но не забывайте, что нужно учиться жить прямо здесь и сейчас И пятый шаг Существует очень сильная техника, которую вы можете делать самостоятельно Если готовы к мощному эмоциональному опыту В детстве у каждого из нас случались ситуации, когда им были усвоены эти негативные послания О том, что любовь не приходит просто так А только к определенным людям, в определенных ситуациях и только при правильном поведении Так вот, это заблуждение, которое усвоил маленький ребенок Вы можете мысленно вернуться в те ситуации, когда чувствуете себя нелюбимой И дать принятие и поддержку себе маленькой Обнять себя, взять на руки, сказать, что вы цены без условий Что вы любите и принимаете себя такой, какая вы есть Вы словно становитесь идеальным родителем себе маленькой Вы говорите то, что не было сказано Это встреча вашей мудрой, зрелой, взрослой части себя со своей раненой детской частью Вы словно переписываете свое прошлое Эта техника называется иммагинативная рескрипция И если вдруг вы не видите себя в этой роли, то это может быть любой человек Из вашего прошлого, настоящего или даже вымышленного персонажа Попробуйте уже сегодня сделать эти пять упражнений И я очень надеюсь, что они помогут вам стать на путь любви к себе